доброго времени суток всем кто зашел ко мне в гости я готовлю очередное меню для новогоднего стола сегодня будет медовик медовик в тренде то что сейчас все делают банановая паста я ее делала отдельно а теперь я хочу соединить коржи медовика с банановой пастой я делаю с белым шоколадом так черный в большом количестве есть не могу черный вкусный шоколад но содержит много кофеина и так то как я не может большом количестве черный шоколад есть делаем с белым шоколадом у меня 400 грамм я возьму две плитки 200 грамм и три банана для меня тут не было главным чтобы застыла паста важно использовать как крем банановую пасту ну и сухие коржи медовика у меня есть я брала две упаковки один торт я делала осенью и одна упаковка у меня осталось я открыла чтобы коржи были мягкие и более податливые чтобы резать и мазать кремом чтобы они лучше пропитались и быстро и так готовим быстрый то тортик медовик с банановой пастой сверху станет малинка для украшения по быстрому торт по быстрому к меню отрезала 4 коржика еще немножко осталось боковушки и два коржа оставляю под можно будет еще пополам разрезать еще будет один торт на 4 коржика если учесть что еще будет паста смажу банановая паста плюс сверху малина станет так что будет нормально бананы пробиваем блендером и топим на водяной бане белый шоколад и микроволновки кто как может и пока шоколад топится на водяной бане пробиваем бананчики и так как банан быстро темнеет я добавлю крошку с коржей чтобы было по цвету тортика крем будет густой шоколад почти растаял растопленный шоколад добавляем бананом и пробиваем еще раз блендером полученным кремом шоколадно-банановым смазываем наши коржики и обсыпаем присыпкой но этими же коржами которые я обрезала коржи не пропитываю они сухие они не выпекались они были готовы и сухие коржи но я проткнула с бочисткой тортик получается не такой высокий как с заварным кремом поэтому я могу взять еще два коржа которым не оставались чтобы поднять его немного выше тортик почти готов осталось обсыпать бока и украсить сверху бока обсыпаю оставшимися коржами обрезками коржей а сверху будет малина чудо тортик почти готов и декорируем малинкой сверху ставим малину но примерно так это выглядит еще малина осталась у меня и ложка крема что внутри он не был сереньким еще присыплю кокосом скромный новогодний тортик из сухих коржей медовика бананового крема с белым шоколадом и малина сверху как украшение торт оставлю пропитываться и приступлю к приготовлению самого стола и торт наверно загружу отдельно как обычно если получится обрезать остатки крема печенье малины стаканчики делаю креманки ну и одна маленькая креманка вышла это мой десерт дальше все готовится очень быстро в два этапа духовку отправляю синий баклажан порезанный дольками это будет для горячего и пока будет запекаться синие у меня есть картошка отваренная и сейчас будем делать холодный салат все остальное готовится гораздо быстрее чем торт ну и пока баклажан синий жарится быстренько делаем салат салат будет состоять из картошки отварной огурчики будут соленые запарила лук дымок идет с лука ну как всегда соль сахар немного уксуса и залили кипятком будет внутри печень трески и будут сардины редиска кукуруза сладкая и можно добавить анчоусы по желанию если есть собираем наш чудо салат форма закрытая пленкой сардины большие убираю хребет и внутреннюю сторону я ставлю к себе потому что когда салат перевернется спинки будут по бокам салата вниз тарелочки это получилось сардины одна банка пошла мне маленькая форма и одним глазами поглядываю за своими баклажанами майонез разравниваем идет слой редиски потом слой редиски опять майонез кукуруза следом идет слой печени трески печень трески лучок майонез соленый огурчик маринованный и закрывается картошка огурчики картошка когда салат перевернется можно еще дополнительно украсить анчоусами закрываем пищевой пленкой убираем в холодильник пропитываться чтобы он схватился пока буду готовить горячие закуски все это пропитается а потом переверну и украшу салат на один стол и готовила сердце у меня было два вот второе осталось сейчас быстренько режу соломкой обжариваю немного с луком добавляю воды немножко начинаю тушить потом добавляю сметаны грибов еще немножко протушу выложу форму посыплю сыром и запеку ну типа жулина только сердце сделаю сердце порезала помыла порезала мелко и отправляю сковороду быстренько жарю с луком потом добавляю водички сметанки грибов и протушу немного порезала грибочки это остатки у меня вешенок из консервированной банке что я делала супчик у меня есть много сметанки и чесночок еще добавила грибочки добавляю немного кипятка чуть-чуть протушу сметанки чесночок потом форму и запекаю сыром соль перец сухие специи кориандр свежий сердечко протушила все переставила с грибами переставила все формочку засыпаем сыром убираем в духовку до золотистой корочки сыра минут 20 посмотреть как сыр схватится как покроется корочкой у меня простой тертый сыр элементарь и пока будет томиться в духовке сердца приготовим закуски у меня остался хамон с прошлого раза и у меня есть овечий сыр с шариками он для аперитива идет я буду шарики чередовать внутри хамона огурчик хамон шарик сыра хамон шарик сыра помидорка черри сердечко запеклось можно сверху еще зеленью посыпать из всех продуктов что остались был у меня буряк с прошлого раза кусочек буряка дальше идет половинка картошки идет один слайс тоненький кусочек синего баклажана хамон и сверху томат черри переворачиваю салаты декорирую так выглядит салат у меня есть цикорий и у меня есть анчоусы посыпаю цикорием выставляю сверху анчоусы можно помидорку сверху поставить кукурузку что-нибудь такое по цвету вот так выглядит мой салатик кукуруза анчоусы отходит от кукурузы но и я присыпала цикорием стол постепенно заполняется еще немного еще будет горячее основное еще закуску добавлю на горячем есть дорада маленькая за 2 евро я брала сейчас быстренько и и почищу обжарю это будет горячая с баклажанами вся рыбка мне не нужна я только беру спинки сегодня буду запекать не целиком а только спинки поджарю на сковородке сняла я спинки спинки прожарки готовы осталось голова хребет можно уху еще сделать дорады обжариваю на сковороде на оливковом масле мои горячие рыбки пойдут слайсы кружочки синих или баклажанов сверху станет томат и посыплю сыром баклажаны уже готова и томату надо пару минут потому что вместе сижали тут она томат бы я уже не нашла и пока рыбку жарите подпеку свои кружочки с томатами сыром от салата осталось картошкой я ее разрежу на две части поджарю вместе с рыбкой еще добавила сливочное масло и вот этим соусом сверху поливаю рыбку соль перец картошка рыба почти готова я ее накрываю крышкой выключила газ и она сейчас еще потомится и будет очень сочно мягкой и поджаренной снизу спинки будут поджарены томат солю накрываю сыром и запекаю чуть-чуть это будет идти к рыбе жду подпеченные синие перевернула чтобы было видно что спинки поджарились хорошо у меня еще соус есть на сковородке немножко я жду сейчас синих чтобы добавить синие почти готовы но еще если много места и остались баклажаны баклажан колбаска баклажан и сверху колбаска виде бантика и такая вот закуска еще последняя ну и так выглядит мое горячее блюдо томатики можно посыпать еще свежим кориандром и так сказочный новогодний стол фактически готов немного мне отсвечивает но это снеговик стоит который светится и вот так выглядит мой стол но еще раз она сущно у меня медовик с банановой пастой то есть банан взбитый с растопленным шоколадом белым сверху малинка присыпана немного кокосиком для цвета потому что паста была все-таки светлая из-за того что я брала белый шоколад кто хочет берет черный шоколад будет прослойка такая шоколадная у меня есть салатик с рыбы сардины печень трески сверху украшения анчоусы кукурузка оливки цикорий простые закуски у меня огурчик есть как бы сыр и хамон сыр пикантный овечьей дальше буряк хамон и меня было много сегодня баклажанов и вот такая вот закуска вышла еще одна закуска с баклажанами колбаска бантики это же внутри там получается колбаска баклажан баклажан помидоркой в антик у нас было из расхода то что осталось уже было чуть-чуть места но и запеченное сердце с грибами и сыром как жульен на маленькую компанию вполне съедобно и вполне можно наесться и не остаться голодным не выпускаю это 5 меню я уже не считала сколько но мне кажется это пятое в общем если 5 меню это 5 десертов 5 салатов 5 горячих блюд 15 закусок мне всегда две-три закуски что-то такое еще горячего как сердце так что я выпустила если вы поставите все это на стол стол получится очень очень длинный 5 десертов 5 салатов 5 горячих 15 закусок есть что выбрать я думаю каждый раз я что-то обновляю то есть какие продукты есть у меня было много баклажанов сделала с баклажанами следующий раз будет какой-то другой овощ что-то с будет другим овощем закуски или горячие тортик тренде как сейчас модно с бананами салат оригинальный дорада как у кого есть возможность я очень люблю эту рыбку она недорого мне достала за 2 евро 2 спинки получается мне на один раз 1 евро покушать 1 спинка тут я наготовила на 3-4 дня но скорее всего на 3 дня но тортик большой буду хрумать долго вот такие идеи на сегодня съем что-нибудь еще новое сделаю у меня есть еще одна дорада в морозилке есть еще кролик хоть и говорят что типа кролика не надо готовить мужа год кролика но посмотрим а я его сделаю сладким чтоб весь год был сладкий так что еще есть что приготовить есть еще идеи но сегодня вот такие вот идеи были заходите в гости я подкармливаю новогодними меню каждые 34 дня что-то выпускаю что-то придумываю что-то из простого что-то остаются какие-то продукты я что-то по-быстрому делаю что-то оригинальное всегда что-то есть ну и до новых встреч на моем канале сейчас вечер четверга я загружу наверно в пятницу потому что ночью никто смотреть не будет и может быть завтра еще при свете я сделаю фотографию торта если получится загрузить его отдельно не знаю но сегодня вот я презентую такой вот стол стаканчик десертом остался душа была ложка крема я сделала еще в стакане ну и царица стола сегодня это дорада обжаренная на сковородке сливочном оливковом масле остатки картошки все все что было все пошло на стол все пригодилось и вот такой вот стол выстроился заходите еще в гости покажу с разных ракурсов уши вечерний свет может быть не все видно хорошо некуда поставить разрезала тортик тортик молниеносно пропитался очень мягкий очень влажный очень сочный очень мягкий пружинник